Горели желанием работать с доставкой. Два года у нас ее вообще не было. То есть мы ее внедрили только поскольку гости оборвали телефоны. Они уже спрашивали у менеджеров и постоянно через канал писали нам, введите, внедрите доставку. Мы постоянно как-то популяризируем то, чтобы люди все-таки ходили в заведение. Придите, то есть выйдите из зоны комфорта, то есть выйдите из дома, общайтесь с друзьями, приходите. Мы как-то больше себя популяризируем не как заведение, как образ жизни. Это, мне кажется, очень вызывает гораздо стабильнее связь со своим клиентом социальной сети, личной, через страницы, через рассылки, через email-рассылки, то нужных эффектов мы достигаем. Нам нужно по блюду какому-нибудь выйти на какой-то показатель. То есть мы хотим достичь достичь определенного уровня продаж, конкретно этого ролл или вида лавши, то СММ нам позволяет эти задачи выполнить. Например, самая яркая была история. Мы запустили блюдо под названием Voxter. Оно было достаточно новое для нас, совершенно новое и для нас самих, и для окружающих компаний, которые примерно с нами в одном поле работают. Интересно было, как люди на него прореагируют. Начали мы с email-рассылки по своим гостям, составили красивое описание этого блюда, рассказали, с чего он состоит. И, соответственно, прицепили к нему некий механизм того, чтобы человека зацепить. Дали ему бесплатный купон на первый, чтобы он попробовал. И получили по конверсию по email-рассылке, очень высокий процент. Люди действительно приходили, пробовали, шли долгий период времени. Дальше мы уже начали его добивать, что называется, через более мягкие каналы. Наружная реклама у себя в заведениях. С персоналом поработали, персонал начал активнее продавать это блюдо через СММ. И сейчас, я думаю, что, наверное, блюдо Вокстера, оно одно из самых популярных у нас в меню. То есть, я думаю, что каждый третий, наверное, наш гость его заказывает. Очень важно вообще пить и работать с эстетикой блюда. Плюс мы еще ведь работаем на доставку, нам еще очень важен вот эта временная составляющая. Мы еще работаем с такой вещью, как у нас блюдо может выглядеть через пять минут готовки по одному, а через 30 минут, когда он приедет к гостю, совсем по-другому. Сколько продукты имеют свойство подвергаться темперамической обработке. Тем более, у нас все упаковано, ведь герметично. Идет какая-то там конденсация, конденсат скапливается, пар потому что выделяется. И поэтому нам важно знать через 30 минут, через час, если блюдо доедет до нашего гостя, как оно будет выглядеть. Здесь мы тоже проводим замеры, смотрим. И я не скрою, это некоторые блюда мы сами сознательно не возим на доставку. Мы сознательно нашим гостям просто честно говорим, что, знаете, это блюдо лучше съесть в заведении. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok